Одним осенним деньком мы с мастером Син шли по рынку. Вдруг из толпы на него налетел человек, по-видимому местный лавочник. Мастер сделал шаг в сторону и вежливо кивнул, в знак того, что понимает, что это вышло непреднамеренно, и не держит на лавочника зла. Но лавочник не был настроен так же миролюбиво. Ты сто дохилас, локи, сто ли? Злобно просвистел он. Чтобы вы понимали, мастер Син в совершенстве владел кунг-фу, и мог одним движением сделать эту реплику лавочника последней в его жизни. Но лавочник пока этого не знал и поэтому не унимался. Смотри, куда плес, сапака! Скажу честно, мне даже стало страшно наблюдать за продолжением беседы, и я на всякий случай отвернулся, представив, что сейчас мастер сотворит взорвавшимся торгашом. Но мастер просто пожал плечами и пошел дальше. Я поспешил за мастером, и когда мы покинули рынок и оказались на пустой дороге, я не выдержал и спросил. Мастер Син, каждый ваш палец это смертельное оружие. Почему же вы не проучили этого мерзавца? Мастер ответил не сразу. Когда мы дошли до упавшего дерева, он жестом предложил сесть и рассказал мне удивительную историю, что приключилось с ним много лет назад, и которую он уже никогда не забудет. Но подождите, мастер, подождите! Ай! Сначала я хотел бы рассказать свою историю, которую я тоже никогда не забуду. Правда, мне ее немного неловко рассказывать, но я все-таки расскажу. В общем, история такая. Я был влюблен в девушку. Или даже, может быть, любил ее. Хрен разберешь. Не будем сейчас углубляться в характер чувств. Это тема отдельного выпуска. Самое главное, что между нами с ней происходило то самое фатальное несовпадение, которое люди, наверное, и называют судьбой. Точнее, не судьбой. То она была в отношениях, то я. Она постоянно находилась где-то там, летала между Арсе и Праду. Я же все больше здесь. И однажды, однажды я решил утереть нос судьбе и собрал эти вечно разбегающиеся обстоятельства таким образом, что нам с ней впервые за долгие-долгие годы выпало несколько минут наедине, пока я провожал ее до такси. О, и за эти мгновения я высказал ей все, что у меня накопилось. Я даже успел продекламировать пару стихотворений, посвященных ей. Романтик хренов. Когда же она на горизонте замаячила такси, я набрал побольше воздуха в легкие и выпалил. Можно я тебя поцелую? В щечку. Она с облегчением ответила. Конечно, губы тронули теплую щеку, хлопнул дверь такси, и больше с тех пор мы с ней не виделись. Какая нахрен щечка? Что меня дернуло это ляпнуть? И кажется, что если можно было бы прожить тот февральский вечер еще раз, я был бы увереннее в себе и взял бы себя в руки и поступил бы иначе. И судьба свернула бы совсем на другую тропинку. И чем дольше я об этом размышляю, тем явственнее понимаю, что никаких других выборов, кроме тех, которые уже сделаны, не было и не могло быть. Мы не выбираем, какие решения принимать. Да что уж там. Мы не выбираем, какие мысли думать. Томас Метцингер, немецкий философ сознания, в одной из своих работ рассказывает о человеке, который стоит на палубе катера и смотрит на дельфинов, выпрыгивающих из воды. Само собой, он видит дельфинов только когда те показываются над поверхностью и не может наблюдать их перемещений под водой. И вот, представляете, этот чудак думает, что он дирижирует дельфинами, решает, когда и где они появятся в следующий раз. Да что уж там, ему кажется, что он материализует их в воздухе. Ничего не напоминает? М? Наши мысли. Наши мысли точно такие же дельфины, которые проделывают долгий и сложный путь, прежде чем пересечь поверхность и перейти из бессознательной области в область сознательного, где они уже станут объектом нашего внимания. В пучине бессознательного вообще происходит много всякой всячины без нашего ведома. Да что уж там, подавляющая часть наших когнитивных процессов протекает непроявленно. То есть, понимаете, мы больше бессознательные существа, нежели сознательные. И вам совсем не обязательно знать, чем ваш мозг занят в данную секунду. О, а у него полно работенки. Например, прямо сейчас он обрабатывает многочисленные сигналы от тела, сканирует предыдущий опыт с похожими ситуациями, моделирует потенциальные исходы, все на бессознательном уровне. И на финальном этапе он сподабливается познакомить нас с продуктом своих вычислений и выдает готовый ответ, который мы принимаем за результат нашей осознанной деятельности. Особенно это хорошо можно проследить во время того, как вы что-то говорите. Вот я произношу эту фразу, и этот фрагмент у меня не записан в сценарии. Поэтому прямо сейчас я как бы импровизирую. И я не знаю, что я скажу через, скажем, 3 секунды. Такое ощущение, что сценарий все-таки есть, и мне подсовывают таблички со словами, которые кто-то заранее для меня написал. Если в это начать вдумываться и всматриваться, становится немного жутко. А еще бессознательное поставляет вам настроение, отношение к тем или иным явлениям, и самое главное, ваши решения. Иногда весьма судьбоносные. Нет, и я не про поцелуйчики. Есть вещи, вы не поверите, и еще серьезней. Мое любимое исследование на этот счет проводилось в Израиле. Его авторы проанализировали более тысячи решений судебных заседаний, на которых рассматривался вопрос о досрочном освобождении заключенных, отбывающих срок по уголовным статьям. И угадайте, какой из перечисленных ниже факторов больше остальных определял, будет ли заключенный помилован или отправлен обратно за решетку. Тяжесть преступления, тюремный срок, этническая принадлежность заключенного, сытость судьи. Сытость судьи? Ну, как вы понимаете, это и есть правильный ответ. Исследователи установили, что вероятность вынесения положительного решения достигала своего пика в начале дня, потом по мере приближения к обеденному перерыву устойчиво снижалась примерно с 65%, аж до нуля. А вот после обеденного перерыва снова взмывало к 65%. И вот тут возникает щекотливый вопрос, а можно ли считать решение этих судей их свободным выбором? Согласитесь, как минимум не совсем. Назвать решение определенным уровнем глюкозы в крови полностью свободным как-то язык не поворачивается. А если вы спросите кого-то из этих судей, чем же ты руководствовался, когда отправлял того бедолагу за решетку, он приведет вам массу рациональных и логичных доводов, даже не догадываясь об истинных причинах своего решения. И как вы понимаете, речь не только о судьях. Вспомните себя, когда вы голодны или когда у вас, пардон, несварение. Тогда принимаемые решения уже становятся не совсем вашими, а скорее вашего желудка. Но подождите. Давайте воздержимся от скороспелых выводов и рассмотрим ситуацию классического сытого выбора. Чай или кофе? Значит, вы думаете, чего бы выпить на ночь глядя? Кофе или травяной чай? Вообще вы любите кофе, но знаете, что после кофе можете не уснуть, поэтому заваривайте чай. На первый взгляд, это полностью ваш свободный выбор, основанный на осознанном анализе, и никакие бессознательные процессы тут не замешаны. Ведь так? Нет. Может показаться, что ваше внимание бегало от одного варианта к другому и в итоге решил остановиться на чае. В нейрофизиологии же процесс принятия решения рассматривается как соревнование нескольких нейронных ансамблей в вашем мозге, каждый из которых представляет определенную опцию выбора. При этом в мозге отсутствует какой-либо судья этих соревнований, который оценивает участников и принимает окончательное решение. То есть, правильнее сказать, что луч вашего внимания оставался неподвижным, а вот побуждение выпить кофе и выпить чай боролись между собой, чтобы захватить внимание. И в итоге чай оказался сильнее и нагостылял кофе. На субъективном же уровне эта борьба вариантов воспринималась как муки выбора, тогда как в действительности вы, строго говоря, ничего не выбирали. Все прекрасно выбралось и без вас. Иллюзию свободного выбора сугубляет ощущение, что если бы вы могли вернуться в прошлое, то вам бы ничего не стоило предпочесть кофе. Тем более травки оказались какими-то странными и вам теперь, мягко скажем, не до сна. Так, блять, ты, ты чё тут делаешь? Но фишка в том, что согласно общенаучному принципу каузальности, в мире ничего не происходит без причины. Ну вы же понимаете, что если пошёл дождь, то это не потому, что какому-то Зевсу или Перуну приспичило покуролесить. Да, это сложное, запутанное со множеством неуловимых переменных, но в то же время обычное физическое явление, обусловленное цепочкой конкретных метеорологических факторов. Это целая наука. Ваш мозг представляет собой точно такую же физическую систему. И тоже, вот, неожиданность работает по законам физики. А значит, и выбор чая был полностью обусловлен состоянием этой физической системы на тот момент. И вы вряд ли можете осознавать весь массив причин, благодаря которым побуждение пить чай оказалось сильнее. Там и полузабытые наставления от мамы, что нельзя пить кофе на ночь, и призрачные воспоминания о том, как вы в деревне у бабушки пили заваренную мяту. И даже, мать их так, гены, куда же без них, наделившие ваш мозг развитыми центрами контроля, которые позволили пересилить приступ кофемания. Теперь же в ваш архив добавлен новый опыт, созданные новые нейронные связи и состояние физической системы, породившее решение, то есть вашего мозга, изменено. Окажись, вы в прошлом с уже обновленной нейронной конфигурацией вариант выпить чай не победил бы. А вот если бы вы вернулись к моменту выбора с тем же самым мозгом, то приняли бы то же самое решение. Дай вам хоть миллион попыток, вы миллион раз выбрали бы чай и провели миллион бессонных ночей в туалете. И внимание, прямо сейчас мы обновим вашу нейронную конфигурацию, чтобы повысить эффективность принимаемых вами решений. Не пугайтесь. Проще говоря, сейчас прозвучит информация, которая вам наверняка пригодится. Итак, слушайте. Это Денис. Всю свою жизнь он работал, сидя на всяких сомнительных стульях, как сутулая собака. Но вот полгода назад в его комнате завелось оно, кресло с поэтичным названием Thunder X3 XC3. И я осознал, насколько же сильно я недооценивал роль комфортного рабочего места. Я же на этом месте, как бы это сейчас печально не прозвучало, провожу большую часть жизни. И не сделать его комфортным означало бы совершить преступление против себя, своей спины и здравого смысла. В кресле реально удобно. Внутри Thunder X3 находится интегрированная пена высокой плотности, которая сделает вашу посадку максимально ровной, а также сохранит форму сидения и не даст ему со временем просесть. Вдобавок, тут еще есть подушки под шею и поясницу, которые поддерживают осанку в здоровом положении. А еще в нем можно откинуться на полную. К тому же это кресло дышит. С его перфорированной дышащей поверхностью Airtek вам не страшна никакая жара. Я, как вы могли заметить, поклонник черного цвета, поэтому предпочел расцветку черный карбон. Выглядит оно чертовски стильно. Вы можете взять такое же или выбрать что-то менее строгое, благо есть варианты на любой вкус. Увы и ах, все дорожает, и это замечательное кресло не исключение, но сейчас есть шикарная возможность в течение месяца приобрести это кресло со скидкой 15% по промокоду ЧД. Торопитесь, все ссылки будут в описании. Все эти примеры про судей и чай звучат как-то унизительно для человеческого достоинства. Не так ли? Свобода воли как раз подразумевает наличие некоего агента действия, который способен сделать любой выбор независимо от всяких там нейронных связей, генетической базы, социальной культурной среды, то есть он может вежливо учесть предлагаемое его мозгом решение и сделать все по-своему. Но понимаете, допущение такого своевольного агента действия равняется допущению некой сверхъестественной нематериальной сущности, на которую не распространяются физические законы. Проклятие, ну что за жизнь? В аналогии с грозой такой сущностью собственному капризу замутить грозу на ровном месте или разогнать тучи, если они устроили несанкционированные собрания. И получается, если вы утверждаете, что свобода воли существует, или душа существует, или Зевс существует, то на вас ложится бремя доказательства. И если вам удастся раскопать подтверждение существования хоть чего-то из этого списка, вы произведете фурор, потому что пока их ни у кого нет. Все, что у нас есть, это лишь субъективное ощущение, что наше сознательное я является источником и причиной наших решений. Но может быть так оно и есть? Сознание же такая сложная штука, главные тайны которой нам пока только предстоит распутать. Да, мы действительно многого не знаем, но давайте обратимся к тому, что нам уже известно. Суть большинства экспериментов, которых искали свободу воли, сводится к следующему. Участникам эксперимента предлагается совершить какое-то простое действие. пошевелить пальцем, например, или нажать на кнопку. И гипотеза заключается в том, что если свобода воли существует, то осознанное решение нажать на кнопку должно предварять нейронную активность в мозге, подготавливающую выполнение этого действия. То есть, к тому моменту, когда в вашей моторной коре начнется движуха, вы должны уже осознанно отдавать себе отчет, что собираетесь нажать на кнопку. Тогда можно будет допустить, что ваше решение является причиной действия и инициирует его. Собственно, это мы как бы и ожидаем увидеть. Если же ваше осознанное намерение совершить действие возникает позже, чем начинается подготовка действия в мозге, то напрашивается вывод, что ваша сознательная часть со своими решениями ничего не решает и служит лишь декорацией, а бессознательная вообще неплохо справляется и без вас. Самое раннее, можно сказать, легендарное исследование на эту тему было проведено еще в 1983 году, но его автору Бенджамину Либиту накидали за шиворот столько критики, отчасти вполне обоснованной, что ссылаться на этот эксперимент было бы дурным тоном. Благо, с тех пор ученые не раз повторили подобные исследования с учетом критики и предыдущих ошибок. Так, например, в 2008 году ученые, глядя на показатели ФМРТ испытуемого, смогли определить, на какую кнопку левую или правую он нажмет, внимание, за 10 секунд. За 10 секунд до того, как тот принял осознанное решение. А в 2013 году удалось предсказать, какую арифметическую операцию совершит испытуемый сложение или вычитание за 4 секунды до того, как он сам осознал свое намерение. Обратите внимание, тут речь идет уже не просто о примитивном моторном действии, но об относительно сложном решении, требующем абстрактного мышления. Но и это еще не все. Есть серии экспериментов, в которых с помощью нейростимуляции удавалось повлиять на выбор испытуемых, какой рукой шевелить, левой или правой. Самое интересное, что даже когда их выбор был определен посторонним воздействием, участники эксперимента все равно настаивали, что это их собственное, свободное волеизъявление. И некоторые философы и ученые, в том числе, кстати, и сам Бенджамин Либид, который и открыл этот ящик Пандоры, будучи, мягко скажем, не в восторге от этих экспериментов, предположили, что пускай у нас может и не быть свободы воли, но возможно у нас есть кое-что покруче. Свобода не воли, способность прерывать процессы, накладывать вето на предложенные мозгом решения. То есть, несмотря на то, что подготовка к действию в мозге начинается раньше, чем наше сознательное я ощущает намерение совершить действие, в тот момент, когда бессознательный процесс попадает в поле видимости сознательного я, у нас еще есть возможность высказать свое фи и отменить это действие. И что говорит по этому поводу нейронаука? Есть ли у нас хотя бы право вето? Нет. Сложное и какое-то невероятно замороченное исследование 2008 года показало, что отмена намерения тоже начинается вот так сюрприз в бессознательном до того, как мы осознанно принимаем решение наложить вето. Снова нас ставят в известность постфактум. Ну, вообще, и на этом спасибо. Я ничего не утверждаю, но все выглядит так, будто то, что мы считаем свободным волеизъявлением является не источником действия, а репортажем с места событий, словно мозг сам себе в режиме реального времени отчитывается о проделанной работе, а мы этот отчет принимаем за наш царский указ. И уж, конечно, на самом деле ничего не решаем. Только зачем природе понадобилось вмонтировать нам в голову это чувство агентства? К чему вся эта постанова и обман? Дело в том, что мозгу необходима иллюзия единого, целостного агента действия, чтобы был козел отпущения, для которого наступают последствия поступков организма. Ведь если все решения принимаются сами по себе, то никто за них и не отвечает. Отсутствует причина заботиться о последствиях и планировать будущее. Ну вот скажем, под действием каких-то внешних обстоятельств и биохимических брожений в мозге, у вас возникает импульс дать кому-то в морду, кому-то большому и сильному. Через минуту от этого импульс уже и след простынет. Для импульса никаких отворить любую херню, ведь его жизнь длится всего несколько мгновений. Но в целом для организма последствия могут быть ой, какими внушительными. Поэтому какая-то часть сознания должна обладать целостным стратегическим видением и ощущать себя длящейся во времени. Для лучшего понимания представьте корабль, команда которого постоянно обновляется. Одни матросы поднимаются на борт, другие тут же сходят и в общем никого не волнует дальнейшая судьба корабля. После нас хоть потоп. При таком положении вещей они быстро растащат корабль по доскам и с легким сердцем направят его на рифы. Что же такое придумать, чтобы даже несмотря на кадровую текучку матросы ответственнее подходили к обязанностям? Нужно каждому новому составу матросов внушать, что они остаются на корабле до самого конца. А еще лучше, что они и есть корабль, который был, есть и будет. При таком подходе они перед лицом будущих последствий уже начнут исходить из интереса всей системы. Деструктивное побуждение матросы не получат поддержки. Дебаты о существовании свободы воли редко обходятся без упоминания такой философско-научной концепции, как детерминизм. По-простому предопределенность. Ну, сами посудите. Коль скоро все события во вселенной подчиняются законам физики и причинно-следственной связи, то если допустить какой-нибудь супер-пупер мощный сверхинтеллект, который знает положение и параметры всех частиц во вселенной в данный момент времени, то ему не составит труда вычислить все прошлые и будущие состояния вселенной, включая и то, что вы будете делать вечером 15 января 2037 года. Ой, а там такое? В научно-философской среде этот всезнающий мегамозг прозвали демоном Лапласа в честь знаменитого математика, который и предложил этот мысленный эксперимент. Ну, вообще, звучит логично, не придерешься. И свобода воли могла бы быть единственной переменной в уравнении, способной спутать карты сторонникам детерминизма. Но если свобода воли иллюзии и поведение человека является следствием тех же физических взаимодействий, что царят в окружающем мире, то выходит все предопределено? Полный фатум, безысходность и тлен? Нет. Не выходит. Во-первых, я не совсем понимаю, почему так всех пугает идея возможной детерминированности вселенной. Ладно, вернее, понимаю. Человеку неприятно ощущать, что если ему суждено однажды, скажем, взять в руки табличку «Работаю за еду», то от этого уже никуда не деться, и от его волевых усилий ничего не зависит. Ведь нас взрастили на идее, что мы сами творцы своей судьбы, и если хорошенько постараться, то можно создать для себя любое будущее. Но подождите. Подождите. Как гипотетическая детерминированность вселенной влияет лично на вас? Для вас что-то меняется? Или давайте так. Когда вы читаете книгу, тот факт, что ее финал уже написан, как-то портит вам удовольствие от процесса чтения? При этом случае с книжкой еще можно заглянуть в конец и разрушить себе всю интригу. Или услышать спойлер от кого-то из знакомых. мы один человек правильно. Твою дерьмо петь! Но даже если вселенная детерминирована, то без привлечения нечистой силы просто технически невозможно измерить все и вся. А уж тем более что-то там предсказать. Да еще и со стопроцентной вероятностью. Только представьте размеры компьютера, который будет хранить и обрабатывать информацию о каждой частице во вселенной. И это мы еще не говорим о 86 миллиардах нейронов в вашем мозге, каждый из которых имеет около 10 тысяч отростков связей, что выливается просто в неимоверное множество возможных состояний мозга, сравнимое с количеством атомов во вселенной. И каждое состояние мозга может влиять на окружающую среду, которая обраточкой влияет на состояние мозга. И эта петля обратной связи каждое мгновение делает новый стежок, плетя свой нам не грозят. Если демон Лапласа возьмется предсказывать хотя бы ваши мысли в душе, он полетит кукухой. И как вы видите, весь этот детерминизм существует лишь на бумаге. Во-вторых, весьма вероятно, что никакого детерминизма и в помине нет. Квантовая физика показала, что на уровне элементарных частиц происходит какая-то непредсказуемая хрень. Можно еще более сжато. Там происходит какая-то хрень. Поэтому возможно вселенная основана на фундаментальном рандоме, который заражает вирусом случайности всю систему. Например, квантовое туннелирование способно вызывать ни много ни мало мутации в молекуле ДНК. Но обратите внимание, даже если вселенная все-таки не является детерминированной системой, это никоим образом не возвращает нам свободу воли. Наши решения по-прежнему остаются обусловленными физическими процессами. Просто теперь некоторые из факторов определяющих наше поведение могут оказаться случайными. И возможно финал вашей истории еще не написан и все может быть иначе. Если вам от этого легче. А если вам вдруг понравилось это видео, то вам возможно, да даже невозможно вам скорее всего, нет, вам точно, вам точно понравится мой телеграм-канал, где я делюсь размышлениями на всякие разные темы и где есть уютный чатик, в котором мы можем с вами пообщаться. Так что не откладывайте на завтра, переходите по ссылочке в описании и присоединяйтесь. Да, и чуть не забыл, там будет вся музыка из этого выпуска. Тем временем мы сели на дерево и Мастер Син начал свою историю. Однажды еще в молодости я рыбачил на лодке. Сеть зацепилась за весло и я перегнулся через борт, чтобы распутать ее. Как вдруг раздался удар, лодка сильно качнулась и меня выбросило в воду. Какой-то осел на своей посудине врезался в мою лодку. Возможно он просто задремал или это был неопытный лодочник, не справившийся с управлением. Но пока я выпутывался из сети и залезал обратно, я уже начал всерьез думать, что кто-то таким образом решил подло подшутить надо мной. Представляя, как этот мерзавец сейчас гадко посмеивается, я вскипел от злости и, наконец, забравшись обратно, я был готов растерзать негодяя. Но то, что я увидел в той лодке, навсегда перевернуло мой мир. Моя злоба, будто пламя, лишенное воздуха, робко дрогнуло и потухло. В этой лодке никого не было. Она была пуста. Ее просто принесло течение. Философы из области этики тоже подливают масло в огонь. Если человек всего лишь марионетка в руках физических процессов и свободы воли не существует, то, выходит, он не несет ответственности за свои поступки. Все дозволено. Распускаем тюрьмы и больше не наказываем убийц, ведь они не принимали сознательного решения, за них, видите ли, решил мозг. Ну, снова извините меня, какой-то бред. Во-первых, начнем с того, что люди действительно не принимают решения становиться беспринципными мошенниками или жестокими убийцами. За них это на самом деле решается, врожденными или приобретенными особенностями работы мозга или дурным воспитанием или неблагоприятной социальной средой. А во-вторых, скажите, для чего вам нужна ответственность? Если для того, чтобы найти крайнего в том или ином преступлении и осыпать его проклятиями, то в детерминированной вселенной с этим и правда есть некоторые трудности, потому что этим крайним каждый раз будет оказываться большой взрыв. Если же ответственность вам нужна из практических соображений, чтобы повлиять на преступника и предотвратить повторение преступления в будущем, то каждый преступник по-прежнему несет ответственность за содеянное, в той же степени, в которой отказавшие тормоза несут ответственность за дорожное происшествие. И если у машины ломаются тормоза, мы не позволяем ей дальше свободно раскатывать по улицам, верно? Мы изолируем ее от окружающих, ведь она представляет для них угрозу, ставим в гараж и чиним. Но стоит ли ее при этом порицать, ненавидеть и шлепать по заднему бамперу? Наверное, это было бы глупо и неэффективно. То же самое и с водителем, у которого случился внезапный приступ эпилепсии и он сбил пешехода. Да, кошмарная трагедия, но вряд ли вы будете требовать наказания для этого водителя, с учетом того, что он не выбирал испытывать этот приступ или не испытывать. Но при этом даже в мире без свободы воли наказанию, как и поощрению, тоже есть место. Вот ваш ребенок набедокурил. Что, снова все спишем на то, что ему не повезло унаследовать непутевость отца и не станем его ругать? Нет, отстанем в целях обучения и воспитания. Например, лишим его карманных денег. Точно так же дела обстоят и с вознаграждением. Оно нужно для того, чтобы закрепить полезные модели поведения. И даже если мы не принимаем никаких решений и вообще являемся биороботами, мы по-прежнему нуждаемся и в ремне, и в прянике, как в методах программирования и перепрограммирования. Так что все остается как есть, мир не переворачивается с ног на голову. Но некоторые привычные вещи все-таки необходимо пересмотреть. Например, исправительную систему. Внимание должно уделяться не тому, чтобы как следует проучить преступника и заставить его хорошенько пострадать, а чтобы помочь ему избавиться от разрушительных наклонностей. Уголовно-исполнительная система в том виде, в котором она существует, это глубоко архаичная и дикая практика. Сейчас это не механизм перевоспитания или реабилитации, а просто пыточный инструмент. По статистике за 2021 год 61% заключенных в тюрьмах России были судимы два или более раза. В США с рецидивизмом ситуация тоже довольно плачевная, что говорит о том, что исправительная система в текущем виде вообще не решает проблему преступности. Скорее, наоборот. Построенная на насилии и унижении человеческого достоинства, она является фабрикой по производству преступников. Никто никого не собирается исправлять, вникать в причины, побудившие человека перешагнуть закон, помогать освободиться от деструктивных моделей поведения, но, возможно, все-таки не стоит ждать прекрасного будущего, где развитие нейробиологии, медицины, психотерапии позволят лечить общественно опасные наклонности, так же, как депрессию или гастрит, а уже сейчас понять простую истину. Относясь к кому-то, как к животному, вы получите животное. Если же вы хотите воспитать человека, то вам и самому следует оставаться человеком. Вообще, перед вами очень вредное и гадкое видео, которое в теории может испортить вам жизнь. Охренеть, ты вовремя сказал. Потому что есть ряд исследований, демонстрирующих, как новость о том, что свободы воли нет, может развращать людей. Они становятся менее старательными, более склонными к неэтичным поступкам типа жуличества, более агрессивными. Видимо, каким-то образом программа под названием «Иллюзия свободы воли» усиливает центр контроля и мотивации, вроде префронтальной коры. Так сказать, благоволит самым прилежным и рассудительным дельфинчикам. Поэтому, если даже свободы воли все-таки не существует, то ее следовало бы придумать. Это, знаете, как мираж оазиса в пустыне. Да, он иллюзорен, но зато он дает идти дальше, не опускать руки, не поддаваться разрушительным и саморазрушительным импульсам, брать ответственность за свою жизнь. И если что-то является иллюзией, это еще не значит, что его нет. Оно есть, но просто не в том виде, в котором мы его привыкли видеть. И свобода воли, по крайней мере, существует субъективно для вас, отчетливо и несомненно. И уже это наделяет ее реальностью, пусть лишь и на таком плане бытия. И если иллюзия способна влиять на наше поведение и окружающий мир, то так ли она иллюзорна? Поэтому, независимо от того, что я наговорил в этом видео, знайте, свобода воли есть. Опровергните своей жизнью мое видео и открытие всех этих лабораторных всезнаек. удивите себя, сделайте наконец то самое пугающее и заветное, что давно мечтали сделать, но откладывали до следующей жизни. Переломите хребету прямо судьбе, прокричите ей в лицо тебя нет. И не переживай из-за вас. Как раз ох. Думаю, что тебе интереснее другое. Разбил бы ты вас, если б я не сказала. Хотя с другой стороны, как не парадоксально, понимание иллюзорности свободы воли дает вам свободу. Свободу ошибаться и не грызть себя за косяки прошлого, не прокручивать по тысяче раз болезненные воспоминания снова и снова, видя перед глазами девушку, которая вот-вот сядет в такси, уедет навсегда и не думать «Ах, если бы я только мог вернуться назад, я бы обязательно поступил иначе». Нет, не поступил бы. В тот момент состояние физической системы, частью которой является ваш мозг, предусматривало лишь один возможный выбор, который вы сделали. В этом некого винить. Тогда у вас не было того знания, которое есть сейчас и которое позволяет с высоты нового опыта и новых нейронных связей осуждать себя прошлого. Будьте снисходительны к нему. Он сделал все, что мог. Он искренне хотел, как лучше. И встречая людей, которых вы не понимаете, которых хочется осудить, и вы не способны взять в толк, как можно быть таким черствым, жестоким, ленивым, безответственным. Подставьте сюда любое качество, которое вы не приемлете в окружающих. Вспоминайте это видео. Вспоминайте, что они не выбирали быть такими, что и понятно. Ведь если бы мы могли выбирать, мы бы стали самыми хорошими, самыми умными, самыми рассудительными, самыми добрыми. ведь так? Вспоминайте мастера Сина и то течение реки, и ту лодку, открывшую ему такую простую, но все пронизывающую правду жизни. И в следующий раз, когда кто-то вас разочарует, или несправедливо отнесется к вам, или сделает вам больно, это обязательно произойдет, по-другому здесь просто не бывает. Пожалуйста, помните, и эта лодка. Тоже пуста. Тоже пуста. А лавочнику надо было все-таки въебать. лавочнику